Приветствую вас, значит, смотрите, я рекомендую вам больше внимания уделять именно основаниям, обоснованиям своих решений. То есть, если вы принимаете решение какого-то, то вы знаете, что это решение самое лучшее, что это решение самое правильное в данный момент. Вы говорите, что вот собака болела, вот после операции она могла, значит, мучиться и, соответственно, умереть, вот. И на основании этого вы приняли решение, на основании высокой вероятности того, что она могла мучиться собакой. Но собачники посоветовали, потому что делали операции с собаками и они умирали. И, соответственно, вряд ли было бы по-другому у вас. И вы поступили так, потому что, как бы, была очень большая вероятность того, что собака умрёт, так и так, в любом случае. Вот. И поэтому вы приняли такое решение. Скажите, что изменилось после того, как вы его приняли? Почему вы считаете, что вы могли бороться за её жизнь, если то, что ждало собаку? Дальше были только мучения. Вы поступили так, как вы считали нужным. А вы знаете, в данном случае либо вы необдуманно принимаете решение, то есть торопитесь, либо вы испытываете давление своих родителей, потому что именно родительский голос, родительское состояние, как правило, обвиняют. Либо вы специально тяготеете к такому состоянию, к такому положению, к таким ситуациям для того, чтобы испытывать чувство вины, которое вам что-то даёт. Ага. Потому что, вот то, что написали вы, да, это абсолютно нормально. Действительно, приходится делать выбор. Действительно, выбор, как бы, ну, делается. И, действительно, после этого выбора остаётся неприятное послевкусие, да, вот, что всё-таки выбрали усыпить собаку и так далее. Вот. Но, но, был ли у вас выбор? Другой выбор? Был ли у вас? Была ли у вас возможность поступить иначе? Если бы боролись, то как? Понимаете? Вот. Ну и, кроме того, собаке было 10 лет, она уже была довольно большая. То есть, не молодая. И операция, скорее всего, перенесла бы тяжело. Вот. То есть, чувство вины, это такой детский архаизм здесь. Другое дело, если вы переживаетесь из-за того, что, там, допустим, что была собака, что вы к ней привязались, что вы её любили, она умерла. Вот. Это да. Ну, это грусть, это нормальная грусть, это светлая грусть, это хорошая грусть. Так и должно быть. Вот. То, что вы принимаете решение на основе советов собачников, это вот тоже не очень здорово. Потому что такие решения нужно принимать самостоятельно. То есть, если вы решаете для себя, что вот я, там, делаю что-то, если я делаю что-то, вот вы решаете для себя, что вы что-то делаете. То, соответственно, нужно, чтобы это было ваше решение, в первую очередь. Чтобы это не было решением кого-то другого. Понимаете? Вот. Другой, другой момент, что, если вы не знаете, ну, вот как поступать правильно. Да? Вот. Если вы не знаете, как можно поступить правильно. И вы, и вы принимаете решение, ну, принимаете решение, вот, которое кажется вам наиболее верным. То нужно здесь, нужно понимать, что невозможно, невозможно принять во всех отношениях, во всех смыслах верное решение. Потому что, когда человек принимает решение, ну, именно, когда он делает выбор, это одно. Но, и когда наступают последствия этого выбора, это немножко другое. И, вот в этот момент, когда наступают последствия выбора, человеку может казаться, что он мог поступить иначе, мог поступить по-другому. Но, на самом деле, не мог. То есть, вот, вы, когда принимали решение, вы руководствовали чем? Единственно правильным и единственно возможным для вас выбором, скорее всего. Этот выбор был для вас единственно возможным. То есть, другого выбора не было. А сейчас вы сожалеете. Так вот, это, нужно понять, что это парадокс такой, что по-другому не бывает. Просто не бывает. То всегда на своих решениях человек жалеет. Мы можем просто принять, мы можем просто сделать то, что нам кажется лучше всего. Вот, и всё. Я рекомендую вам для себя, вот, просто принимать такие решения, чтобы вы точно могли сказать, что вот на данный момент, на данный момент, я знаю, что это лучшее, что я могу сделать. И я сделаю это. Потом, когда вы столкнетесь с последствиями, вы увидите, да, можно было сделать случай, но я не знал. И не могла знать. И это нормально, что я не могла знать. Потому что нельзя заранее знать того, что, ну, чем обернётся, чем обернётся то или иное решение для человека. Вот. Я думаю так, но в вашем случае, понимаете, ситуация немножко усложняется тем, что вы почему-то изменили своё восприятие, такое впечатление. То есть, вот у вас была ситуация, вот вы, значит, ну, вот вы сделали свой выбор, грубо говоря, и после этого вы теперь почему-то, ну, как-то вот думаете, что можно было поступить по-другому. То есть, вот этот момент, он не очень мне понятен, почему вы так считаете, почему вы так думаете. Вот. То есть, именно вот, именно в этом контексте не очень, не очень понятно на самом деле. Вот. И я предлагаю, предлагаю вот этот момент, да, рассмотреть подробно. Вы говорите, что теперь меня мучает чувство вины. А, с чего вас мучает чувство вины, почему вы по-другому думаете теперь, что заставляет вас по-другому думать. Вот. Это очень важный момент. А, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok